Привлечение инвесторов на территорию – стратегическая задача властей Щелковского района. А тем, кто уже работает, при необходимости оказывается помощь и поддержка. Именно такие проекты и были вынесены на очередной инвест-час. В Соколовской промзоне расположен производственно-логистический центр компании «ВТТ-Склад». Она входит в состав холдинга «ВТТ» крупного поставщика расходных материалов, комплектующих из запчастей для обслуживания печатающей техники, копировальных аппаратов и принтеров. Под хранение товара у нас 9 тысяч квадратных метров. На складах размещается более 10 тысяч номинований товара по расходным материалам для всех брендов, копированные техники и принтеров, и более 100 тысяч номинований запчастей. У нас есть свое производство. Производство расходных материалов, то есть рассыпка тонера. Также разливаем и чернила. По словам генерального директора, компании уже сейчас не хватает площадей. В администрацию района обратились с просьбой предоставить для развития бизнеса, в том числе в направлении импортозамещения, расположенный по соседству с имеющимся земельный участок. Мы готовы рассмотреть все возможные варианты – и аренду, и выкуп земли, или аренду с последующим выкупом. Что мы хотели бы сделать на этом участке? На этом участке поставить производственно-сквозской комплекс порядка 10 тысяч квадратных метров. Проект обещает дополнительно 100 рабочих мест и увеличение налоговой базы. Однако на этот участок есть и другие претенденты. Глава района Алексей Валов отложил принятие решения, чтобы ничьи интересы не были ущемлены. Пока я предлагаю проработать здесь, потому что все точки надо расставить в плане честной спорядочности и рационального подхода к использованию территории. В рамках «Инвестчаса» также рассмотрели обращение компании «Технопарк», расположенной на улице Заречная в восточной промзоне Щелково. Вопрос касается доставки персонала на территорию непосредственно в Есейском комплексе. У нас занято на данный момент порядка 800 человек. Это те, кто постоянно работает на предприятии, которые находятся в нашем комплексе. На начало 2019 года мы ожидаем ввод в эксплуатацию еще третьей очереди строительства, что добавит порядка 25% площадей и порядка 50% дополнительного персонала. Этот вопрос также отложили. Чтобы пустить до предприятия общественный транспорт, нужно привести дорогу в нормативное состояние. А в этом году сделан ремонт только первой очереди улицы Заречной. Мне отвечают требованиям вообще. После проведения ее ремонта в следующем году, мы закончим когда, она будет 7 метров, она будет двух слоев асфальта, для того, чтобы по ней ходили и автобусы, и большегрузный транспорт. Уважаемый Дмитрий Александрович, обязательно проработаем сами, пока дорога не нормативная, и она ставит угрозу для движения пассажирского транспорта. Но в следующем году мы гарантируем, что до начала третьего квартала там все пойдет. Оба вопроса поддержаны администрацией, администрация будет помогать, но на сегодняшний момент есть некоторые сложности. Взаимодействие администрации Щелковского района и предпринимателей, желающих вести бизнес на нашей территории, в рамках «Инвестчасов» продолжится. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok